30 лет службы, из них 5 лет в громе. Абдулхалик Юнусов возглавляет спецподразделение с самого начала образования службы наркополиции. Строгие и серьезные при исполнении, с юмором и улыбкой на лице в жизни. 50-летний полковник полиции не любит громко и много говорить о себе. В самом начале интервью сразу заявляет, он родом из простых. У меня родители рабочие, как раньше говорили, рабочие крестьяне и так далее. Как бы мать в магазине работала, а отец на заводе работал. Закончил 10-ю среднюю школу в железнодорожном районе, потом ушел в армию, то бишь год работал на заводе. Отслужил два года в зенитно-ракетной бригаде тогда советской армии. В 91-м году демобилизовался. Дальнейшая судьба нашего героя решалась в военкомате, куда Абдулхалик пришел отметиться после срочной службы. С его слов было три пути. Работа на заводе, учеба в медицинском вузе или служба в милиции. Будущий полковник выбрал последнее. На решение повлиял пример его друга-односельчанина, который уже работал в структурах. Прошел медицинскую комиссию, признали годным к службе. Поступил на службу по трудно-постовой службе железнодорожного района. Когда поступал на службу, сразу заявил, если будет возможность меня направить учиться в какое-то высшее среднее учебное заведение. Меня направляет в 1991 году на учебу в Елабушевскую среднеспециальную школу милиции. После учебы заступил на службу в СОБР на должность оперуполномоченного. А дальше вверх по карьерной лестнице и череда военных операций. Одной из самых запоминающихся для Абдулхалика стала первая чеченская компания, куда он поехал младшим офицером. Во второй был командиром. В 2007 году за исполнение служебного долга в Северокавказском регионе полковника милиции наградили орденом мужества. Вот так дослужившийся до командира отряда «Гром» вспоминает первые дни в Чечне. Прибыли в первую очередь в аэропорт Чикалово. И из Чикалово у нас с водным отрядом выездили в Моздок. Ну и вот видя все это, сколько техники, сколько людей, все это, это уже как бы, сами понимаете, где-то какая-то растерянность, правильно? Все равно, видишь, впервые столько численностей личного состава, все это, самолеты, вертолеты, ну и сразу же как бы мысли-то маленько другие проявляются. В плане того, что приехали не просто пирожки покушать, и в плане того, что как бы это очень серьезно на самом деле. Все равно какой-то испуг. Столько техники, столько того и всего такое. Страшновато, честно говорю, когда. Со временем к чувству страха привыкаешь, признается спецназовец. Страшно бывает всегда, как и любому человеку. Справляться с моральным напряжением, со слов нашего героя, помогает подготовка. Школа милиции, армия, служба – все это закалило характер. Недаром учителя время тратили, отшучивается полковник. Ну, самое главное, это, как сказать, не перенервничать, потому что это не произошло, как бы не переросло в трус. Вот что хочу сказать. Человек боится, я думаю, никто не может осуждать, правильно? Когда пули над головой летают, там гранаты взрываются. Отряд специального назначения «Гром» Юнусов возглавляет с 2017 года. Признается, самое тяжелое в работе – быть руководителем. Каждая служебная операция – это огромная ответственность перед гражданами, подчиненными и их родственниками. Труд опасный. На кону всегда человеческие жизни и судьбы. Руководителем быть нелегко. Я сразу скажу, руководителем – это, в первую очередь, жизнь подчиненных. Ну, в первую очередь, я думаю, так, скажем, жизнь своих подчиненных всегда на острие ножа. Так, скажем, я уже так, патрирую маленько, да? Ну, вот в плане того, что мы выезжаем всегда на работу, и как это все там произойдет, мы же не знаем. Это же не по сценарию. Ну, готовимся, естественно, без подготовки, личный состав каждый день. Есть возможность проходить учебный процесс. Ну, если не задействован в полном объеме, на работе где-то. Ждать приказа и выполнять любую задачу. Кажется, сотрудники «Гром» умеют все – плавать, стрелять из любого вида оружия, летать и лазить по стенам. Таких принято называть высотниками, а также взрывать и разминировать. Цель при исполнении нужно обезвредить. И, если необходимо, обездвижить. Все успешные наши задачи от большого труда, естественно, если ты не будешь работать над этим, в плане того, что та же огневая подготовка, физическая подготовка, ну, вот это все нужно для спецназа, это нужно, необходимо даже, без этого нельзя, так скажу. Спецназ состоит из фундамента, так скажем, спецназ. Это физическая подготовка, огневая подготовка, там тактическая, тактик специальная. Ну, я дальше не буду продолжать. Это основа для спецназовца. Спорт – также неотъемлемая часть спецназовца. В личном составе «Ульяновского грома» есть заслуженные мастера спорта и мастера спорта международного класса. Сам Абдул Халик всю жизнь занимается боксом. А профессиональное выгорание, с его слов, командиру не присуще. Это же лицо подразделения, правильно, ну, вот, как бы, я считаю, не должно быть такого. Если руки опустим, и это не будет на сегодняшний день, при выполнении служебных задач, даже по месту дислокации, когда находимся, нельзя, так, как бы, я считаю, неправильно. Я считаю, если ты, как бы, уже собрался, значит, идти на отдых. Свободное время у сотрудника спецподразделения есть. Правда, совсем мало. В неработе Абдул Халик продолжает заниматься спортом, плавать в бассейне, любит проводить время с родными. Полковник полиции в браке, 26 лет, у него две дочери. Распространяться про семью также не привык. На вопрос о том, трудно ли жить, когда твой муж и папа-спецназовец улыбается и ссылается на жену, мол, у нее спросите. Но это, как говорится, совсем другая история. Ринат Алиулова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.